В холле перед столовой в 4-й Одинцовской гимназии расположились ярмарочные столы. Здесь все как в хорошей кулинарии. Блины, торты, кексы, конфеты. Большинство сделано руками гимназистов и их родителей. Все вырученные за них средства пойдут на помощь беженцам из Донбасса. Безусловно, мы собираем гуманитарную помощь. Это игрушки, канцтовары, это, наверное, сладости для детей. Но родители седьмого класса проявили инициативу и выступили с тем, чтобы провести благотворительную ярмарку с соблюдением всех санитарных норм. Ребята посмотрят, что это такое, как можно сейчас в наше трудное время помогать. И я думаю, что это только пойдет нам на пользу и немножко, конечно, разрядит такую обстановку. На первой же перемене началась бойкая торговля. Большим спросом пользуются сытные кулинарные изыски. Участие в благотворительности принимает и восьмой лингвистический класс. Ребята принесли угощения и сами стали их продавать. Пока удается, мы пока в процессе. Еще есть продукты. Мы надеемся, что у нас получится все продать и помочь людям. Ценители домашних кулинарных шедевров нашлись сразу. В основном среди учащихся среднего звена. Потому что решил попробовать что-то такое. Ну и как, понравилось? Да. А вот такие цветы. Из чего сделано? Из... не знаю. Да. На ярмарке организовали небольшой вернисаж. Здесь и милые тряпичные куклы, и салфетки в стиле пэтчворк. Шесть картин вместе со своей мамой представила Мирослава. Семиклассница любит рисовать, хотя специально этому нигде не обучалась. Пишет морские и лесные пейзажи. Предпочитает использовать акрил. Планирует попробовать технику рисования нитями и замахнуться на портрет. В школьных благотворительных ярмарках участвует не впервые. По мне это очень хорошо, что организовываются такие мероприятия, особенно в школах. Ведь наверняка многие дети хотят в этом поучаствовать и также что-то купить. А участники школьного хореографического коллектива «Пчелки» из 4-го В решили поддержать детей, приехавших из Донецкой и Луганской народных республик, передав им мягкие игрушки. Этих плюшевых мишек, акул и тюленей ребята выиграли на разных танцевальных конкурсах. Эти игрушки мы хотим подарить детям Донбасса, потому что так как они беженцы, уходили, брали самое необходимое. И естественно, игрушки взяли не все дети. А так как эти игрушки даже не куплены родителями, а выиграны нами в честных конкурсах хореографических, мы хотим, чтобы они принесли радость кому-то из детей. Не жалко расставаться? Нет! Чтобы реализовать всю ярмарочную продукцию, потребовалось всего три перемены. При этом каждый раз приходили все новые участники и приносили свежую домашнюю выпечку. У нас есть конкретные задачи, что нам нужно и чем помочь. Нам нужно закупить две стиральные машинки в те лагеря, где люди находятся. Это действительно реальный запрос, реальная помощь, поэтому я надеюсь и уверена, что мы сегодня сможем собрать необходимую сумму. Выручка от ярмарки составила 69 тысяч 200 рублей. Этого хватит на нужную технику, а также предметы первой необходимости. В ближайшее время такой подарок от 4-й гимназии отправится из Одинцова в пункт временного размещения беженцев в Волоколамске. Наталья Гончарова, Николай Бирюков, телекомпания Одинцова.